И еще об одном событии с участием высоких гостей. Лихославльский завод, производящий светотехнику, посетили вице-премьера, а также министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и губернатор Игорь Руденя. Они осмотрели мощности и продукцию предприятия, пообщались с сотрудниками, обсудили вопросы дальнейшего развития. Это предприятие является одним из лидеров по выпуску светотехнической продукции в России. Впервые в нашей стране здесь организовано производство групповых оптических элементов для световых приборов, сказал осматривая цеха Денис Мантуров. Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил новый уже третий займ, который пойдет на создание производства комплектующих для распределительных шкафов, систем управления освещением и архитектурной подсветкой. С 2018 года общий объем господдержки уже реализованных на предприятии проектов превысил 450 миллионов рублей. Благодаря этому, среди прочего, запущен самый современный и крупнейший в стране литейный комплекс. Оно производит корпусные детали светодиодных светильников. На сегодняшний день у нас машины идут от 400 тонн до 1650, а сзади меня это 1250 тонн. Такого оборудования в Тверской области больше нет, оно находится только у нас, но и в нашей отрасли практически конкурентов такого количества машин и возможностей нет. Этот завод производит все необходимые комплектующие для осветительных приборов, практически вытеснив с российского рынка импортеров данной продукции. Пускорегулирующие аппараты, электроустановочные изделия, зажигающие устройства. В год здесь производится более миллиона светильников. Особо стоит отметить, что это предприятие полного цикла и даже оснастку здесь делают самостоятельно. Мы делаем пресс-формы для литья алюминиевых сплавов, пресс-формы для литья пластмасс под давлением различного типа, и плюс к этому штампу оснастка, приспособления всевозможные, всё, что потребляют наши заводы. В ходе визита был представлен новый проект создания в Лихославле с использованием механизмов господдержки промышленного технопарка. Его работа будет способствовать обеспечению технологического суверенитета нашей страны, подчеркнул губернатор Игорь Руденя. В рамках реализации данной идеи сюда было передислоцировано предприятие «Смежник» из Подмосковья, что заметно упростило работу. Ранее необходимо было делать плечо 250-300 километров, то сейчас это 200-300 метров. С одного цеха перевезли в другой и отдали готовый полуфабрикат для дальнейшей сборки. Планируется, что технопарк будет работать в одной связке со школами и учреждениями профессионального образования, в частности, с Калашниковским колледжем. По подготовке кадров с необходимыми для завода и других резидентов навыками.